Ну что, ребят, я просыпаюсь, такой выглядываю на улицу, смотрю, валит снег. Ну вы сами, собственно, всё видели. Я такой, оп, новый контентик подъехал. Ну что, поехали. Для того, чтобы на тренировке вам было комфортно, не холодно и не жарко, вам нужно надеть компрессионное термобельё. Оно вас спасёт от перегрева и также от холода. Холод не будет к вам в тело поступать. Надеваем компрессионную майку и также надеваем компрессионные штаны. Если же у вас нет компрессионных ритуз, то надеваем обычные подштанники и поверх них надеваем уже спортивные штаны. Для того, чтобы в холод нам не замёрзнуть, нам нужно поверх ещё этой кофты надеть свитер, и всё будет чётко. Теперь мы должны будем надеть кроссовки, если, конечно, нету на улице снега по колено. Потом мы должны найти куртку, которая будет не жаркая и в то же время комфортная для тренировок. И, конечно же, также надеваем шапку, чтобы наша башка не замёрзла. И последний штрих – это перчатки. Обязательно, потому что железо холодное, нужно беречь руки. Ну и вот получается конечный вариант. Выгляжу я так. Всё, погнали, мы готовы. Занимаясь на турнике и брусьях на улице, обычно советую делать многосуставные базовые упражнения, как отжимания, отжимания на брусьях, подтягивания на турнике. Это поможет вам поддерживать температуру тела и, естественно, быть всегда в разогреве, чтобы не заболеть. А вот чтобы слишком не перегреться, вам нужно делать перерывы полторы-две минуты после каждого упражнения. Например, сделали отжимания на максимум, потом отдохнули две минуты, потом сделали подтягивания на максимум и так далее. Также очень важно в зимних тренировках соблюдать правильное дыхание, потому что если вы будете дышать вот так, то вы спокойно застудите себе все внутренности. Но если вы будете дышать правильно, как нужно, как в зале люди делают, размеренно через нос дыхаете, через рот выдыхаете, не надо запыхиваться, как будто за вами собака гонится. Если вы будете все делать нормально, то, скорее всего, вы выживете. Также следите, чтобы снег не попадал в ботинки, чтобы не намокала ваша одежда. Потому что, когда вы распарены, вы этого просто не почувствуете. Но когда вы пойдете домой, это все замерзнет и вы заболеете. Если же холла совсем суровый, то на тренировку лучше не ходить. Лучше посидеть дома, позалипать в инстаграмчике. Кстати, подписывайтесь на мой инстаграм, обязательно жду всех. Если же у вас все-таки появилось сильное желание идти на тренировку в минус 30, то обязательно надевайте шар вот сюда на лицо, на нос, на рот, чтобы не обморозить себе все. Либо от свитера вот это горлышко натягивайте сюда, и тогда будет вам счастье. Итак, какой вывод можно сделать? Старайтесь правильно дышать, старайтесь не мочить одежду и обувь. И также третье, старайтесь сильно не потеть. Выполняя все эти правила, очень сильно снижается риск заболеть. И если вам понравилось это видео, поставьте обязательно лайк, подпишитесь на канал, и увидимся в следующем выпуске. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok